Всем привет, дорогие друзья! С вами CryptoLatchMaker и сегодня мы разберем довольно интересную тему. А тема будет у нас «Какой шаг гряда лучше, собственно, для грид-бота?». Это очень популярный вопрос и сегодня мы разберем его немного иначе, чем обычно. Проведем тестирование на 10 различных ботах, а также применим некоторые индикаторы для анализа получившегося результата. Присаживайтесь поудобнее, давайте начинаем, расскажу подробнее. Что такое грид-бот? Начнем с того, что грид-боты есть почти на каждой бирже. На каждой, скажем так, популярной бирже. На бирже OKX, Pybit, Binance, Mix, Gate.io на всех биржах популярных есть грид-боты. Где-то они лучше, где-то они хуже, где-то более функциональные, где-то менее функциональные. Но если говорить вообще о том, что такое грид-бот, то это элементарный алгоритм. Алгоритм, который по факту не является каким-то искусственным интеллектом, который за вас решает, что делать, когда заходить в сделку, когда выходить в сделку и так далее. Давайте я покажу вам, как работает грид-бот и далее мы как раз таки перейдем к основной теме нашего видеоролика. Это у нас график биткоина. График биткоина за весь 2024 год. Мы видим, что он вырос. Там у нас 40 тысяч до аж 125 тысяч биткоин вырастал. Но если мы посмотрим немножечко повнимательнее, то мы видим, что в определенные периоды цена гуляла в том или ином ценовом диапазоне. То есть цена у нас ходила в определенном коридоре и этот коридор не покидал. Вот я выделил несколько таких коридоров на скорую руку и вот этот коридор мы даже можем в принципе объединить с вот этим коридором. То есть вот примерно вот так. И частенько, торгуя руками, да, обыкновенными какими-то способами, зашел в лонг, подождал пока вырастет, вышел, получил прибыль. И вот как раз таки вот в таких вот моментах, в таких боковых движениях подобными способами бывает зарабатывать довольно таки непросто. И тут на выручку нам приходят как раз таки фоты. Смотря на график, мы можем выделить какой-либо ценовой диапазон, в котором ходила цена там предыдущее время, да. Увидеть уровни сопротивления, уровни поддержки и выделить какой-то определенный диапазон. И исходя из этого диапазона, мы можем настроить гридбота. И вся прелесть гридбота заключается в том, что мы, допустим, видим, что она гуляет вот в этом диапазоне. Можем взять, просто поставить в гридботе, допустим, нижнюю цену 100 тысяч долларов, верхнюю цену, к примеру, там, 125 тысяч долларов. Выбрать для гридбота определенное количество уровней, к примеру, вот так вот я нарисую, да. И когда цена будет пересекать эти уровни, сверху вниз, снизу вверх, бот будет покупать и будет продавать. И то есть так как мы ему выделили определенный диапазон, он в этом диапазоне будет делать это бесконечно. К примеру, вот тут мы запустились, цена упала, здесь бот купил, упала, здесь купил, здесь купил. Потом цена начала отрастать, он здесь продал то, что купил здесь, здесь продал то, что купил здесь. Потом он снова начинает падать, а здесь он уже тем временем, после того, как распродался, выставил новые уровни для покупки. То есть он покупает дешевле, а продает дороже. Вот мы падали, 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 он все это время покупал. Потом мы начали отрастать, он то, что покупал здесь, начинает продавать здесь, потом здесь то, что покупал здесь и так далее. И вот пока цена гуляет туда-сюда, туда-сюда, он будет все время покупать и продавать. Абсолютно автоматически, и причем это не какой-то искусственный интеллект, это просто алгоритм. Купить дешевле, продать дороже внутри указанного нами изначально диапазона. И делает он это через определенный шаг гряда, который мы установили. Вот это расстояние между вот этим ордером и вот этим ордером называется шаг гряда. То есть видите, у нас здесь много грядов, что по-русски можно проще сказать сеток, то есть это сеточная торговля. Это у нас лимитные ордера, которые ожидают своего времени для исполнения. Когда цена приходит, он исполняется. Покупает, потом когда цена вырастает, он продает. В общем, стратегия на самом деле элементарнейшая. Никакой черной магии, простейший алгоритм. И что самое смешное, гридботами торгует не так много людей, как хотелось бы, да? И на гридботах можно реально зарабатывать без особых рисков и довольно большие деньги. Мой канал, в принципе, посвящен сеточной торговле и здесь мы можем посмотреть примерные результаты, которые я достигал на открытом портфеле на бирже Гей Тойоту. Любой человек может зайти и посмотреть всю мою статистику и всех ботов, которых я запускал и закрывал, какую прибыль они получали. С ноября я раскачал портфель, по-моему, с 3000 долларов. Не помню, сколько там в пике уже было. Тут около, по-моему, 20 тысяч долларов, что-то такое. Но вы можете зайти и посмотреть историческую доходность каждого бота. Сколько он проработал, сколько он заработал. А если вы хотите торговать гридботами и зарабатывать на них, то у меня есть Академия. По ссылочке в описании можете посмотреть. Там я обучаю торговать не только гридботами, причем различными, в том числе и платформами, и платными, и бесплатными, и биржевыми. И в том числе даже DTA-ботами. Так что переходите по ссылочке в описании и присоединяйтесь к нашей Академии. Итак, давайте вернемся к нашему графику. И вот ваша прибыль будет зависеть от того, как правильно вы выставите этот самый шаг гряда. То есть какое количество сеток вы выберете на ваш ценовой диапазон. Давайте приблизим поближе и посмотрим более внимательно. Каждая свеча здесь является четырехчасовой. То есть каждые четыре часа строится вот такая вот свечка. И мы видим, к примеру, вот сейчас я построил вот эти желтые линии. К примеру, это наши ордера. Мы видим, что, к примеру, вот тут, если ордер исполнился, да, то здесь цена уже довольно долгий период времени не возвращалась. Если посмотрим по датам, то на этом ценовом уровне цена последний раз была 12 сентября. И вот до сих пор, 17 сентября, она ниже не опускалась. Это значит, что мы, скорее всего, исполнили бы здесь только одну сделку и больше ничего. Значит, вот это расстояние, которое у нас сейчас здесь стоит, оно слишком велико. То есть 1,43% очевидно для биткоина слишком много для шага гряда. Когда у нас сделки будут происходить слишком редко, а значит мы будем получать слишком мало денег. То есть, если бы мы поставили больше сеток, ну, к примеру, вот так, то мы видим, что цена стала пересекать их намного чаще. А это значит, что мы бы здесь покупали и продавали, покупали и продавали. Снова покупали и снова продавали. И довольно часто. А порой даже и по нескольку раз в час. А есть даже и такие настройки, когда и много раз в час. Но, чем меньше расстояние у нас между ордерами, тем меньше расстояние она проходит. Следственно, тем меньшую прибыль мы получаем. То есть, если цена пройдет в такое расстояние, 0,7%, да, мы получим одну прибыль. Но если она пройдет в два раза меньше, то мы получим в два раза меньше денег. К тому же, не забывайте про торговые комиссии. Чем чаще будут происходить сделки, тем меньше мы будем получать прибыли. И тем больше на этот объем торговли мы будем платить комиссии. При торговле на бирже мы платим торговые комиссии не от нашей прибыли, а именно от объема торгов. Чем больше у нас будет объем торгов, тем больше мы заплатим торговых комиссий. И поэтому, чтобы зарабатывать ботом максимальное количество денег, нам нужно балансировать между вот этими комиссиями, между прибылью, между шагом гряда. И вся проблема также заключается в том, что у нас на одной и той же монете бывает совершенно разная волатильность. Сегодня она гуляет вот такими большими свечами, процента по 3, по 5 даже. А бывает такое, что, например, как вот здесь, цена в одном диапазоне болтается довольно долгий период времени, и весь этот ценовой диапазон там 3 с небольшим процентом. И исходя из этого, нам нужно продумать стратегию, чтобы получать максимальный профит при таком движении. Мы в любом случае будем получать прибыль с каждого подобного движения, когда цена будет касаться наших уровней. Но, понятное дело, что можно зарабатывать 20% в месяц, а можно зарабатывать 10% в месяц. При этом диапазон может быть и сумма абсолютно одинаковыми, но за счет шага гряда мы можем иметь совершенно разную доходность. И вот сегодня я решил провести очередной эксперимент. Я запущу для вас 10 ботов. 10 ботов с разным шагом гряда. И, как я уже и говорил, в разные периоды времени у нас разная волатильность, и значит в разные периоды времени лучше будет отрабатывать разный шаг гряда. Поэтому я предлагаю сделать этот эксперимент очень долгосрочным, но с отчетами в определенный период, раз в 2 недели или раз в месяц. И мы будем смотреть разницу, как при разной волатильности меняется доходность бота. Какой на определенном периоде заработает больше, какой меньше. Я создам в чате GPT определенную табличку, в которой мы все это будем отслеживать. Будем заполнять данные каждые, к примеру, 2 недели. И отслеживать, в какую неделю какой шаг гряда зарабатывал больше. Таким образом мы сможем выделить какую-то среднюю, допустим, какой шаг гряда постоянно имеет определенную максимальную, скажем так, доходность. Какой шаг гряда имеет всегда, допустим, низкую доходность. И какой шаг гряда, к примеру, имеет на высокой волатильности высокую доходность, но в остальное время такую себе. То есть мы сможем на статистических данных сделать определенные выводы. Обычно у меня этот эксперимент заканчивался тем, что он проработал, к примеру, месяц, мы сделали выводы, и боты, к примеру, закрываются, фиксируются прибыли, и эксперимент дальше не продолжается. Но сейчас я хочу сделать этот эксперимент долгосрочным и, к тому же, собирать статистику раз в определенное время. Поэтому, чтобы не пропустить отчеты по этому эксперименту, обязательно подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я решил, что данный эксперимент я буду проводить на ботах платформы Generia. Они абсолютно бесплатные, но боты Generia торгуют у нас стейкером, то есть рыночными ордерами. А рыночные ордера имеют в два раза более высокую комиссию, чем лимитные ордера. Это значит, что мои результаты будут даже немножечко ниже, чем, к примеру, запустите вы и которые будут у вас, к примеру, на обычных биржевых ботах. К тому же боты Generia. А это уже нюансы, да, зарабатывают только грид-прибыль и не имеют нереализованной прибыли, как обычные грид-боты, к примеру, биржевые. Снова же, если хотите больше узнать о грид-ботах, присоединяйтесь к нашей академии, там много интересного. Ну и возвращаясь к вопросу комиссий, регистрируйтесь также по моей ссылочке в описании на бирже OKX, потому что по этой ссылке вы получаете 20% потраченных комиссий обратно вам на счет кэшбэком в виде USDT. То есть вы торгуете, платите торговые комиссии и 20% обратно USDT будет капать вам на счет, причем один раз в час. Это очень выгодное предложение, особенно при торговле различными ботами. Чем же отличаются вот эти боты? Я взял бота, скажем так, ультимативного, да, у которого шаг гряда будет 1,5%. Далее классический 1% и далее мы идем по уменьшительной, буквально через каждый 0,1%. То есть здесь 0,9%, 0,8%, 0,75%, 0,7%, 0,65%, 0,6%. То есть чем меньше у нас шаг гряда, тем более маленькую разницу в расстоянии я между ними делал, да, чтобы получить более, скажем так, точную статистику. Ну и здесь вот такие еще два бота 0,4% и 0,5%. Я уже заранее знаю, что скорее всего они будут самыми неприбыльными, но мы посмотрим, как раз таки для этого эксперименты делаются. И поэтому я не стал делать между ними еще и промежуточный вариант 0,4% и 0,5%. При этом, если мы посмотрим, давайте на 5, все остальные настройки абсолютно одинаковые у этих ботов. То есть одинаковый диапазон, одинаковое кредитное плечо и одинаково выделенная на них сумма. То есть то, что у них отличается, это шаг гряда. А за счет этого каждый этот грид, чем больше шаг гряда, тем больше денег в каждом гриде будет. То есть вот этот баланс мы и должны держать, и именно этот баланс мы и протестируем. Так что давайте я прямо сейчас на ваших глазах запускаю всех этих ботов. Итак, боты запущены. Как вы видите, первые сделки уже у каждого бота также были запущены. Ну и давайте по настройкам какой-нибудь 0,8 я открою и расскажу вам более подробно про настройки. То есть шаг гряда здесь 0,8% и target distance я тоже сделал 0,8% и min и max top profit довольно с жестким ограничением в 0,1%. Чтобы у нас погрешность была минимальная за счет остальных настройок. То есть настройки приближены максимально к биржевым и они максимально жесткие, негибкие. Что не может у нас из-за определенных настроек, которые не связаны с шагом гряда, иметь разную доходность. То есть такими настройками я минимизировал погрешность, которую мы могли бы получить. Ну что ж, все боты запущены, работают. И давайте я ближайший следующий отчет проведу либо через 2 недели, либо через месяц. Посмотрим, какие будут результаты, как себя вообще поведет биткоин. Если будет что интересное показать, то я сниму ролик через 2 недели. Если ничего интересного не будет, не произойдет за это время, то я сниму ролик через месяц. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот долгосрочный эксперимент. Потому что я хочу его провести прям на долгом-долгом периоде времени. Боты Generia нам в этом помогут, потому что в случае чего здесь можно поменять абсолютно любые настройки, скажем так, на горячую. Поэтому данные боты могут работать очень длительный период времени. А если произойдет какой-то черный лебедь или что-то такое подобное интересное, то уже каждого из этих ботов можно будет довольно интересно подкорректировать, чтобы наш эксперимент не останавливался. Ну и напоследок в дополнение хочу сказать, что я хочу попробовать вот раз в этот период привязать еще и несколько индикаторов к результатам. То есть, к примеру, прошло у нас 2 недели, все боты проработали. Мы выгрузили статистику в чат GPT, в табличку. И к этой статистике отдельными колонками, к примеру, я добавляю какие-то значения по индикаторам. Например, какие там значения были по АТР, да, это средняя волатильность за период времени, за те же самые, к примеру, 2 недели, да. И мы будем видеть еще и какая разница была в той же самой волатильности за этот период времени. И таким образом мы сможем вообще подобрать идеальнейший шаг для абсолютно любого периода времени. Потому что к каждому результату у нас будут не бэк-тесты, а реальная торговля плюс значения по индикаторам. И я хочу, чтобы вы написали в комментариях значение каких индикаторов раз в 2 недели вы хотели бы сравнивать. Кроме АТР, индикатора волатильности. Ну что ж, друзья, на сегодня все. С вас максимальная поддержка в комментариях. Ожидайте следующего ролика. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.